Это шокирующая история о том, как был устроен секс-бизнес в России 90-х. В этом видео вы узнаете, за что герои сериала «Слово пацана» убивали проституток, почему бандиты перестали крышевать ночных бабочек и что делали с девушками, которые уезжали типа на невинную работу за границу. Также я раскрою все криминальные схемы, которые применяли девушки для развода клиентов, а в конце вас ждет страшная история убийцы-эскортниц, которая возмутила всю страну. Как девушек из глубинки и провинции заманили в Москву для работы в секс-индустрии? Кто за этим стоял? Скоро узнаете, а пока расскажу, откуда вообще взялся секс в 90-х, ведь до этого его не было, как вы знаете. После развала Союза с наступлением кризиса, проститутки буквально хлынули на улицы, в кафе, казино и гостинице бурным потоком. Бедность и безработица в регионах привели к тому, что тысячи девушек ринулись в Москву, чтобы заработать хоть что-то. В родных Саратове, Сызрани, Перми и других городах жить было просто не на что. Переезд в столицу казался единственной возможностью заработать в таких условиях. Самым простым способом стала проституция, ведь множество стоящих на улице работниц могли объяснить новенькой, как действовать, достаточно только подойти и спросить. Фильм «Интердевочка» сыграл в сексуальном взрыве большую роль. Фильм рассказывала молодой медсестре Тане Зайцевой, которая дежурит в больнице по графику сутки через трое, а в выходные дни, точнее ночи, работает валютной проституткой и получает очень хорошие деньги. Этот фильм открыл тему секса, которая в Советском Союзе была под запретом. Поэтому сразу как секс появился, он занял такое огромное место в сознании. Возникло ощущение, что это какой-то принципиально новый чудесный инструмент, с помощью которого можно наилучшим образом устроить жизнь. В 90-х у людей был шок, когда проводился какой-то опрос о личных школах, и очень много старшеклассниц написали, что они хотят стать проститутками. Молодые девушки, насмотревшись «Интердевочку», услышав по телевизору, что жрицы любви получают по 150 долларов за ночь, видели в проституции профессию мечты. Девочки легкого поведения стояли по всей Москве, разве что от района к району менялся контингент. Если в космосе можно было снять стройную девушку, знающую английский за 500 долларов, то в окрестностях Савеловского вокзала смело можно было брать с собой в 10 раз меньше. Практически сразу появилась и сеть сутенеров, которые посылали в регионы своих агентов на поиски девушек. Поисходило это так. Приезжает в глубинку, дорого одетая, пахнущая брендовыми духами, курящая хорошие сигареты девушка лет 17-19. И начинает агитацию. Дарит подругам и родным дорогие подарки, а когда ее с завистью спрашивают, где она это взяла, предлагает подзаработать. Одно-две соглашались и на московской панели происходило пополнение. Вы ни за что не догадаетесь, сколько лет было самому молодому сутенеру в Москве 90-х годов. Сутенер – профессия традиционно неуважаемая даже в криминальных кругах. Известно, например, что членом итальянской мафии Коза Ностро не мог стать человек, занимавшийся когда-либо этим ремеслом. А в тюрьмах к сутенерам раньше относились почти как к педофилам. В Москве в 97-м году было около 80 тысяч проституток. Примерно треть из них несовершеннолетние. Для сравнения, в 89-м эта цифра была в 2-3 раза меньше. Сколько приходилось сутенеров на такое количество девушек, никто не подсчитывал, но можете себе представить. С несовершеннолетними продажными девушками имели дело ребята в возрасте 18-25 лет. Бывало, что продавали одноклассницы или старшеклассницы. Цена от 10 до 30 долларов. Несовершеннолетние сутенеры пытались работать подальше от дома. Не дай бог, друзья узнают. Или что еще хуже, родители. В одной из московских школ в роли начинающего сутенера был Сергей Кривов, четвероклассник. Он предоставлял работу старшеклассникам. К мальчику не подходила полиция, потому что с ребенка взять было нечего. Да и по подсудности он не проходил. Почему девушки не отказывались ехать с бандитами, чтобы бесплатно оказать им услуги, даже если их было много? Ответ вас удивит. Известно на всю Россию в 90-е проституточные улицы Тверской. Жрицы любви работали группами по 10-15 человек. Цена до полуночи 200 долларов. Ночью от 80 до 150. В основном ночные бабочки сидели в машинах, припаркованных во дворах. Клиентов искал сутенер. Отличить девочек можно было по короткой юбке, прозрачной блузке, туфлям на высоких облуках в любую погоду. Светлана Федорова, имя изменено. Работавшая у интуриста рассказала, что как-то ее привезли в Подмосковье на квартиру, а в ней 47 человек. Можете себе представить, что происходило? Здесь я опускаю подробности. Главное, что она осталась жива и даже через неделю вышла на точку. Были у клиентов такого сомнительного удовольствия поколения 90-х и другие странности. К примеру, модным считалось заставить голую проститутку ползать по комнате в присядку, добираться из комнаты на кухню или танцевать на столе. Поэтому, услышав вопрос «танцевать умеешь?», девочки сразу шарахались от машин. Бандиты также приезжали на Тверскую забирать проституток на субботник. Это когда девушек принуждали работать бесплатно в сауне, где отдыхали блатны. Закончиться для девушек такие посиделки могли как угодно, но отказываться себе дороже. Поедешь и есть шанс вернуться живой и даже не сильно травмированный. Откажешься и забьют на месте или сполосуют ножом лицо. Как девушки разводили клиентов и сколько стоила ночь с конкурсанткой Мисс Россия? Начнем с самого начала. В 90-х в Москве посыпались рекламные объявления в газетах. Никто не говорил прямым текстом об оказании секс-услуг. Этот месседж шифровали, но все все понимали, как и сейчас. Текст объявлений был примерно такой. Агентство Дюймовочка оказывает услуги выполнить высокопрофессиональный массаж, скрасить досуг состоятельных клиентов. Мало-помалу с этими объявлениями все свыклись и стали воспринимать их как должное. Проститутки, работавшие через агентство, считались престижнее уличных. Только в данном случае клиент должен быть максимально готов к обману. Всего к 97-му году насчитывалось 500 таких агентств. Жрицы стоили в них от 200 до 400 долларов за 2 часа. Сами девочки устраивали весьма элегантные разводы клиентов. Например, жрица приезжает с двумя охранниками, которые стоят за дверью. Девочка активно раскручивает клиента на выпивку из сигарет и сувенир и начинает просить его рассказать о том, а о сем говорит, ой, это послушаем песню или посмотрим кино, у тебя там лежит интересная кассета. А если кассеты не было, девушка доставала свою из сумочки и предлагала посмотреть. И уже довольно скоро говорила, время вышло. Это один из сценариев, который прокручивали проститутки с клиентами. Был еще вариант, когда путаны сразу брали деньги, 10-15 минут выжидали и начинали собираться, заявив, что клиент не по душе. Или она думала, что ему нужен только эротический массаж. Если клиент забирал деньги, девушка говорила, сейчас вызову охрану, вернем деньги. Охрана приезжала мгновенно и уже через 5 минут вся компашка отправлялась в освоясь с деньгами. Были агентства класса ВИП, но это совершенно другой уровень и деньги. Цены от 3 до 5 тысяч долларов за ночь. Путаны конкурсантки Мисс Москва и Мисс Россия. Цены за такую ночь по факту были соизмеримы с новенькой девяткой. Среди жюриц любви также были и возрастные дамы и женщины с различными физиологическими особенностями. Одна из них весьма жестко отомстила группе малолеток, которые ее обижали. Самые низкооплачиваемые проститутки часто обитали на площади трех вокзалов. Здесь же можно было встретить так называемых ночных бабушек. В 1996 Москве работала Алина Гайдарова, чей трудовой путь начинался сразу после революции. А еще была знаменитая Танька Культяпка, парализованная по пояс женщина, которая упала с крыши барака, когда сидела в тюрьме. Ее клиенты уносили на руках, иначе было невозможно. А вот 60-летняя глухонемая Вера обслуживала только таксистов и носильщиков. Принцип у нее был такой. Однажды в Веру два подростка стали кидать пробками от бутылок. Та подошла к постоянным клиентам, описала, в чем суть ситуации. Мальчики домой уехали через неделю из больницы. Различные иностранцы увозили проституток, обещая им показать другую страну. Но заканчивалось все очень печально. Начинающие девушки легкого поведения, как правило, делились на три группы. Те, кто обслуживал клиентов низкого качества. Вроде пьяненьких, мужичков, работяг, клиентов, однодневок. То есть те, кто наскреб по карманам только на один раз в год. Затем те, кто обслуживал более-менее денежных мужчин. И, наконец, те, кто обслуживал новых русских и иностранцев. Если с новыми русскими еще хотя бы как-то можно было надеяться на справедливую оплату, то иностранцы могли поступать куда хуже. Работать с иностранными клиентами девушки начинали в интернациональных общежитиях. Затем они потихоньку перебирались на фуры, трейлеры, приезжавшие в Москву из Польши, Голландии или Испании. Схема обработки клиентов была простая и незатейлива. Девушка брела между машинами и стучалась поочередно то в одну, то в другую дверь. Если дверь открывалась, значит клиент созрел. Там же в кабине все и происходило. Сеанс длился не больше часа. Иностранцы подходили к таким развлечениям максимально рационально и экономно. Было бы безопаснее в смысле различных венерических болячих снять девушку в приличном баре или ресторане. На фуре, то есть на трассе, они платили в два, а то и в три раза меньше. Одноразовый половой акт стоил 30, максимум 50 долларов. Бывало и такое, что дело ограничилось просто дешевыми подарками или откровенными подачками. Шоколадкой привезенной аж из самой Германии, поломанной брошкой немецкой бабушки или упаковкой самых что ни на есть беспонтовых заграничных колготок. Были также случаи, когда иностранные водители увозили девушек из Москвы под предлогом того, что скоро они увидят Гамбург, Кель, Франкфурт на майне, а в итоге высаживали их возле деревни Архиповка на 126 километре от столицы. Зачастую без денег и даже без подачек пинком и без сочувствия. Вы меня часто спрашиваете, беспалый, вот ты говоришь, криминал это плохо, но как заработать нормальные деньги, не нарушая закон и без всяких там казино и крипты? У меня есть ответ. Делайте виртуальных блогеров. В моем видеокурсе я без воды показываю на практике, как это можно сделать. Только по делу, никакой инфо-цыганщины. Купить можно в рассрочку от Тинькофф за 1600 рублей в месяц. Подробности по ссылке в описании. Каждая третья проститутка была связана с криминалом. У кого-то это была роль наводчицы, у кого-то роль приманки. Долгое время на Тверской работала бригада чеченцев, специализирующихся на разбоях и грабежах. Схема была отработана. Две очень симпатичные девочки, Таня и Вера, стояли возле обочины. Снимали подходящего клиента, солидного, состоятельного, разумеется, без охраны. Таких немало проезжало под Тверской поздно вечером. Они искали понятно о каких развлечении после напряженного трудового дня начальником отдела в крупной фирме. Охрана им пока не полагалась, а деньги уже были. Девчонки поодиночке или вместе садились в машину. Выезжали из центра и где-нибудь на Волгоградском или Ленинградском шоссе. Их машину возле светофора стопорили два джипа, из которых выходили сумрачного вида ребята. Остальное дело техники. Каждый вечер девочки имели навар от 100 до 300 долларов. А число клиентов, кинутых ими, приближалось к нескольким сотням. Хотя, как правило, большинство проституток предпочитали выступать все-таки в роли наводчицы. Клиент привозил понравившуюся бабочку к себе домой. Она честно отрабатывала оболоженное. А через три дня клиент возвращался с работы, обнаружил квартиру обчищенной. Зачастую даже с невзломанной дверью, целым окном. Девушка просто сняла слепок с ключа хозяина. Остальное опять-таки дело техники. Но самая элегантная, если можно так сказать, техника была у клофелинщиц, которую в наше время эволюционировали и грабит уже не только клиентов. Клофелинщиц это такие бандиты женского пола. Они не могут отнять у мужчины имущество грубой силой, поэтому пользовались и пользуются хитростью и химией. Клофелинщицы выдавали себя за обычных проституток, прибывали на дом клиента и предлагали пить алкоголь. Однако оказывалось, что в алкоголь был подмешан клофелин, лекарство которое вместе с выпивкой вызывает быстрое отрубание сознания на несколько часов. После этого бандитка бороздила квартиру клиента, забирала все ценное и сваливала. А клиент не мог обратиться в полицию, потому что мало кто захочет признавать участие в покупке секс-услуг. Клофелинщицы могли выбрать клиентов, которые женаты в расчете на то, что мужчина также не обратится в полицию, чтобы потенциальная измена не вскрылась. В современности клофелинщицы развились до того, что стали грабить и простых прохожих, предлагая им выпить бесплатной газированной воды, которая подмешана снотворной. Как только жертва засыпает, девушки просто забирают все ценное и валят. Самые суперэлитные девочки сидели всего в нескольких клубах Москвы. Что такого они делали в туалете, что их выгоняли? Элитные ночные бабочки стоили от тысячи долларов и до бесконечности. Эти девочки знали по несколько иностранных языков, владели всеми видами экзотических, эротических ласк, умели благородно и грациозно вести себя в любой компании и вообще быть блистательным украшением клиента. Таким девицам нельзя было дважды встречаться с одним и тем же клиентом, если они нарушали это правило, им запрещали вход в клуб навсегда. Клубы строго соблюдали и моральный облик своих ночных бабочек. В женских туалетах этих клубов были установлены специальные микрокамеры, которые отслеживали все, что творится в кабинках. Самый главный проступок для бабочек – наркотики. Замеченная хоть раз в кабинке, нюхающая бодрящий порошок девушка навсегда исчезала из клуба. Некоторые девушки соглашались на невинную работу в других странах, однако до узнавали, что это проституция и отказывались с ними поступали самым некрасивым образом. Но сначала о том, как был устроен рынок приезжих проституток. В 90-х и начале нулевых в Москве распространилась мода на выездных проституток. Состоятельные и солидные господа через специальное агентство заказывали себе из страны, которая им наиболее понравилась девушку, или уже многоопытную женщину на неограниченный срок вплоть до месяца или даже года. Обычно среди стран фигурировали Филиппины, Таиланд, Тайвань и Голландия. Цены за это были запредельные. Один приезд и отъезд девушки по этой схеме стоил порядка 10 тысяч долларов. Те, кто нанимал таких девушек, ходили вместе с ними по модным презентациями в черенком, по клубам и казино. Вместе с тем была мода на выезд девушек за рубеж в такие страны, как Германия, Италия, Франция, Бельгия, Швеция, Дания, Финляндия, а также в Китай, Японию и на Тайвань. Методика была отработана. В каком-нибудь крупном городе в газете помещалось объявление. Объявляется набор девушек от 18 до 23 лет для работы в серьезных эротических танцевальных программах. Многие девушки, особенно в провинции, на это клевали. Через несколько дней после начала танцевальных занятий в группе девушкам торжественно объявляли, что у них есть шанс выехать за границу с дальнейшей работой в престижных ночных клубах. Суммы за выступление обещали сумасшедшие от 700 до 1000 долларов за вечер. Однако на деле все происходило иначе. Девушек привозили в ту или иную страну, в какой-нибудь третий разрядный отель, отбирали паспорт, после чего в категоричной форме заявляли. Вам нужно отработать месяц. Ваш хозяин такой-то, все вопросы решайте с ним. Ни о каких тысячах долларов речи не шла. Девушки выясняли, что помимо собственных танцев в какой-то программе им еще предстояло заниматься стриптизом, консумацией и, естественно, проституцией. С несогласными поступали жестко. Сажали, в буквальном смысле, на хлеб и воду. Если и после этого они не остановились сговорчивой, то просто выставляли на улицу без денег, документов, вообще без всего. Российские посольства и всевозможные представительства за рубежом не особенно выясняли отношения с жертвами таких обстоятельств, потому что им это тогда уже надоело. Политика была такая. Не смогла вовремя разобраться, куда и зачем тебя приглашают и везут твои проблемы. Сначала проституток крышевали разные ОПГ, но потом эстафету переняло другое ведомство. Все рестораны, ночные клубы и гостиницы имели криминальную крышу и проститутки, которые там работали, платили налог бандитам. Но в какой-то момент бандиты оставили это дело, потому что по понятиям они не могли брать деньги, заработанные женщиной в ходе сексуального акта. Но эту нишу вскоре заняли местные отделения милиции. В 90-е милиция регулярно проводила рейды, ловила путаны сутенеров, но ни тех, ни других на улицах меньше не становилось, потому что это был просто спектакль, чтобы показать общественности, что работа идет. На самом же деле милиционеры отпускали путан обратно на панель. Каждая точка на трассе или улице, каждый маленький бордел или сауна с интимными услугами, все они отстегивали милиции раз в месяц определенный процент. А также девочки бесплатно этих милиционеров обслуживали. Почему блатные любой ценой хотели переспать с солисткой поп-группы? Начнем с поющих трусов. В 90-е по стране появились бесчисленные женские группы, для которых журналисты придумали обидное название – поющие трусы. Незамысловатые песенки сопровождали сексуальные танцы. На эстраде пели по факту стриптизерши, а не какие-нибудь новоспеченные певицы, потому что пели и те, и другие плохо. Но стриптизерши лучше раздевались. Продюсеры таких групп загребали огромные деньги, но на гастролях девочек часто селили по четверо в одной комнате, очень плохо кормили и платили очень мало. За один выход – около 100 долларов, для начинающих – по 50 долларов. За определенную плату выступления этих девушек на сцене можно было продлить в отеле или сауне. Поэтому было много случаев, когда солистки женских коллективов в 90-е пели и плясали в банях, и на закрытых вечеринках веселили и ублажали разных блатных. Все мужчины воспринимали артисток и звезд эстрады, как трофей, чтобы можно было показать в телевизор и сказать «У меня с ней было». За что герои сериала «Слово пацана» убивали проституток из московских гостиниц? Ответ не из приятных, да и вопрос тоже. Кстати, на моем канале есть подробное видео об этом сериале. Рестораны и бары московских гостиниц в 90-е были буквально заполнены проститутками и эскортницами, которые тогда только появлялись. Мужчина, который пришел в такое место поискать себе подругу на ночь, совершенно не мог быть уверен, кто именно подсядет к нему за столик. Это могла быть профессиональная интер-девочка или зарабатывающая себе прибавку к стипендии студентка престижного вуза, или же могла быть подстава. Уединившись в номере с последним вариантом, любитель продажного секса на утро обнаружил себя в окружении мрачных ребят в кожаных куртках, которые подъявляли ему паспорт девица и ей оказывалось всего-то 16 лет. Вовлечение несовершеннолетних в сексуальные действия было крайне неприятной статьей у КРФ, а потому откуп бандитам исчислялся в тысячи долларов. Заселяться в известную московскую гостиницу одинокой женщине без сопровождающего мужчины было попросту опасно. Например, только что избравшейся в Госдуме актрисе Елене Дропенко пришлось сбежать из гостиницы Россия вместе с дочерью, потому что каждый вечер их пытались снять братки. Контролировали московских гостиничных проституток как раз герои сериала «Слово пацана», которые к тому времени уже переросли в уличные войны. Это были группировки Хадди, Такаш и Жилка. С девчонками эти ребята обращались откровенно по-скотски, люто избивая их за малейшую провинность, а те, кто пытался перейти в разряд индивидуалок, то есть работать без сутенеров, убивали самыми зверскими способами. Бедным девушкам еще везло, если их ожидала какая-нибудь передозировка снотворным, а то могли, перевязав руки и ноги шпагатом, попросту кинуть воду в ближайшей набережной. Тела наказанных таким способом проституток милиция вылавливала из Москвы реки регулярно. Некоторые из них были несовершеннолетними. Как российский серийный убийца, жертвами которого стали несколько девушек, смог дважды избежать тюрьмы? Алексей Варакин, гражданин Узбекистана, совершивший четыре убийства в 2010-м и 23-м годах в Питере и Москве. Все жертвы Варакина являлись девушками, которые занимались проституцией и предоставляли эскорт услуги. 1 апреля 2010 года 23-летний Алексей обратился в агентство по оказанию эскорт услуг в Санкт-Петербурге и выбрал 18-летнюю девушку и 42-летнюю женщину. Пока они переодевались в соседней комнате, Варакин обыскал их одежду из сумочки. После того, как женщины заметили пропажу личных вещей, Варакин напал на них и убил, нанеся огромное количество ножевых ранений. Во время совершения убийства он был неосторожен и был арестован на следующий день на основании показаний ряда свидетелей. После ареста Варакин был этапирован в Центр судебной психиатрии Минсербского, где с ним работали специалисты. Было установлено, что он страдает шизофренией в особо опасной форме, из-за чего в момент совершения преступления не мог осознавать опасность своих действий. Поэтому в 2011 году Варакин был признан невменяемым, освобожден от уголовной ответственности и направлен на принудительное лечение в одной из психиатрических клиник с интенсивным наблюдением. Однако Варакин провел в российских психиатрических клиниках всего лишь несколько лет и сумел вновь убить. В середине 2010-х годов его мать подала Хадатайсу с просьбой перевезти сына в клинику на территорию Узбекистана. Вскоре его оттуда выписали и он стал жить дома с матерью, а потом, получив наследство, поехал назад в Москву. 22 декабря 2023 года Алексей Варакин познакомился в соцсети с 40-летней Ольгой Воробьевой, которая зарабатывала на жизнь проституцией. Варакин пригласил женщину в свой номер гостиницы «Вечный зов» в Москве. В номере они много пили и потом Варакин потребовал от Ольги секса, но она ему отказала, потому что была сильно пьяна. После отказа Варакин в приступе гнева зарезал женщину и лишил ее головой. В труп Воробьевой Варакин сумел скрытно вынести из гостиницы и сбросить его на территории парка усадьбы в Измайло, где он был обнаружен на следующий день. Через два дня Варакин на сайте знакомств познакомился с 25-летней Владой, которая занималась проституцией и предоставляла эскорт услуги. Девушка пригласила Варакина в свою квартиру. В квартире Влада Варакин совершил на нее нападение и нанес несколько ударов на жену. Смертельно раненая Влада сумела сделать видеозвонок одной из своих подруг, которую увидев по видеосвязи Владу и ее убийцу позвонила в полицию. Через несколько минут Варакин был задержан. На допросах он сразу же осознался в двух убийствах. Считается, что он опять избежит уголовной ответственности. Сейчас секс-бизнес изменился. Стал цивилизованнее, никто больше не разъезжает по улицам на шестисотом и не ищет себе девушку на ночь, а богатые авторитетные предпочитают заводить себе одну-две постоянных любовниц, которые еще и поесть приготовят. Тем не менее, проституция остается проституцией и сейчас в России работают около трех миллионов сотрудников интимных услуг. Фактически девушки, занимающиеся этим бизнесом, никем и ничем не защищены. Клиент может избить и убить девушку, изнасиловать, и она даже не подаст на него заявление, потому что в 99% случаев ей говорят, что она сама виновата. В связи с этим до сих пор ведутся споры о возможности легализации проституции, чтобы у девушек были равны с другими гражданами права. А насколько приемлема легализация, предлагаю порассуждать в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok